В крепостном парке начались подготовительные работы к реставрации и восстановлению памятника павшим солдатам 10-го Айспутского пехотного полка, который в 20-х годах 20-го столетия нес службу в Давыдовской крепости. И те солдаты, которые в окрестностях воевали и погибли, ну в честь их было решение или где-то на кладбище гарнизонном что-то построить, потом решили, что нет в крепости, потому что они были в госпитале, воевали тут рядом, находились в войска, и поэтому решили такой памятник построить в 1924 году. Ну потом, конечно, время шло, как-то на этом месте были уже другие памятники, другие скульптуры появились, Ленин, Сталин там, да, потом совсем ничего, ну и он заброшенный был полностью, просто многие спрашивали, что это за камни, к чему это, да, все, и поэтому, хотя эта вся земля территория принадлежала государству, мы много раз говорили, как это государство не может восстановить памятник тем солдатам, которые воевали за Латвию. И только после передачи этой территории самоуправлению дело сдвинулось с мертвой точки, и в этом большая роль принадлежит обществу Дагопилс-Мантуэмс. Активисты-общественники изучали историю 10-го Айспутского пехотного полка и создание этого памятника. Кроме этого, на его восстановление общество Дагопилс-Мантуэмс привлекло финансирование как из городского, так и государственного бюджетов. Не остались в стороне и рядовые горожане, которые жертвовали деньги на благое дело. Непосредственные работы по реставрации памятника начнутся в ближайшее время. По мнению историков, легко никому не будет. Самые большие проблемы могут быть связаны с обработкой камня, потому что нужно будет создать новые три канилюрированные колонны, это такие специальные, специальным узором, да, по образцу одной колонны, которая сохранилась. И нужно будет подыскать правильные камни, которые по тональности и, может быть, по зерничности подходят именно к тем камням, которые использованы в создании этого памятника. Реставрация памятника будет проходить под руководством именитого латвийского архитектора-реставратора Петериса Блума, который открыл для себя Дагоповскую крепость в 80-х годах 20-го столетия. Он сначала казался очень простеньким, но потом, когда мы начали над ним работать, оказалось, конечно, как всегда, почти как всегда, что есть довольно много разных деталей, с которыми надо считаться, и без которых закончить нормально проект невозможно, с гарантией, что я буду спать спокойно даже тогда, если это будет строиться без меня. Та часть, которая после войны, Второй мировой войны, которую там изуродовали, да, это халтура, и это все надо сносить, а потом оказалось, что трещины также есть и внизу, потом оказалось, что мы ничего не знаем, как он был построен, почему эти трещины там появились и так далее. Скажем, также с надписями было очень интересно, почему эти надписи появились именно таким шрифтом, каким это есть. И одна сторона есть на фотографии запечатлена, а другая сторона, оно так туманно. Согласно историческим данным, в 1924 году в основании памятника была заложена капсула с посланием солдат 10-го Айспутского пехотного полка к потомкам. Тоже будем принимать решение, либо эта капсула будет доставаться, осматриваться и где-то храниться, либо она останется там еще на долгие годы. Реализация проекта должна быть завершена уже этой осенью, в преддверии празднования Дня Лачплисиса.